Уже до конца марта строители, занятые восстановлением усадьбы мещанина Звонарева на углу Екатеринбургских улиц Горького и Карла Маркса, планируют закончить строительство второго этажа здания и положить чердачные перекрытия. Таким образом, строительство коробки восстанавливаемого исторического здания будет полностью завершено. И в последующие семь месяцев реставраторам предстоит установить кровлю и воссоздать внешнюю декоративную отделку дома. Напомним, судьба этой постройки еще пару лет назад не внушала никакого оптимизма. Сгоревший и полуразрушенный остов некогда небольшого, но с любовью построенного и богато архитектурно украшенного дома по меньшей мере десятилетия бельмом в глазу торчал на стремительно преображающейся Екатеринбургской улице Горького. Вокруг строились новые офисные здания, знаменитый ананас Нормана Фостера, комплекс так называемых особняков и, наконец, элитный жилой комплекс Ривьера. Горького и набережные сети превратились в популярную туристическую прогулочную зону, и каждый второй иностранный турист считал своим долгом сфотографировать эту сожженную развалину. Признанной еще в 2004 году объектом культурного наследия местного значения полуторавековая усадьба Звонарева, казалось бы, была обречена. Если бы не смелое административное решение мэрии Екатеринбурга – продать эти руины за символическую цену в один рубль. Ну, не то чтобы один рубль и все. Вместе с развалинами продавался и участок земли, на котором стояла усадьба, но тоже весьма и весьма недорого. Все вместе дом и участок ушел с молотка за три миллиона и один рубль. Покупателю были выставлены только два условия. Памятник должен быть полностью восстановлен с воссозданием всех сохранившихся деталей, и сделано это должно быть в максимально короткие сроки. Второе уточнение, мы так понимаем, было сделано для того, чтобы за давностью лет первое условие не забылось и не похерилось. Покупателем пепелища стал екатеринбургский бизнесмен, владелец сети клиник здоровья 365 и клубного дома «Ривьера» Валерий Малышев. На радостях предприниматель тогда заявил, что немедленно снесет останки дома Звонарева и построит такой же, только лучше. Причем сам же в нем и будет жить. Тогда защитники истории вынуждены были его поправить. Что значит снесет? Не снесет, а восстановит. Ну да, ну да, соглашался тогда Малышев. Конечно, восстановлю. И немедленно снес руины. Впрочем, рабочие при сносе тогда собрали несколько поддонов старых кирпичей, которые, как нас заверили у генподрядчика строительства, московской компании «Технология декора», позже были использованы в вкладке подоконников первого этажа. Правда, на этом обязательство по сохранению объекта культурного наследия возможно и ограничится. По крайней мере, сейчас ничего в новой постройке не напоминает созданную в 1870 году двухэтажную полукаменную полудеревянную усадьбу. Даже размеры. Она стала значительно выше, чем была и это еще без кровли. А фасад по улице Карла Маркса удлинился на два окна. Возможно, как раз на длину того самого деревянного флигеля, который когда-то действительно был пристроен к усадьбе Звонарева, но был утерян еще до того, как само здание сгорело. Такой способ сохранения памятников архитектуры принято называть реставрацией «Полушковские». Самый яркий пример подобной реставрации – это снос и новое строительство гостиницы «Москва» на Манежной площади в столице. С той лишь разницей, что в прежней гостинице были демонтированы и перенесены в новую некоторые интерьеры. Тогда как в доме Звонарева, по признанию самих строителей, ничего из внутренней отделки к моменту начала восстановления не сохранилось. Но, повторимся, даже такой способ реставрации – это лучшее, что могло произойти с фактически полностью руинированным историческим памятником. Закончить все работы, то есть произвести внутреннюю и внешнюю декоративную отделку дома, памятника, строители планируют к концу октября этого года. Во всяком случае, именно этот срок был обозначен как крайний во время символической продажи здания частнику. Усадьба Мещанина Звонарева имеет двойной почтовый адрес – Горького, 32, Карла Маркса, 4. А в самом начале улицы Карла Маркса, на углу с исчезнувшей улицей цветоводов, чудом сохранился еще один дом-памятник. Собственно, чудо в том, что эта избушка вообще когда-то была признана памятником. Так же, как и усадьба Звонарева, она имеет два этажа – каменный первый и деревянный второй – с той лишь разницей, что второй деревянный этаж дома Клементьевой никогда не штукатурился и не декорировался, если не считать деревянных наличников. В советское время это был обычный жилой дом на несколько семей, а в постсоветское – клуб ретроавтомобилей. Судя по архитектуре, нависающего над ним клубного дома Ривьера, первоначально у проектировщиков не было плана оставлять эту избушку на месте, но впоследствии им пришлось срезать угол высотки, потому как выяснилось, что и этот дом – памятник. Нет, не архитектуры, конечно. Похоже, в его строительстве архитекторы вообще не участвовали, но памятник истории. Оказывается, в 1905 году в этом доме был тайный склад оружия екатеринбургских боевых дружин. Харитина Клементьева-Долгова не была хозяйкой этого дома, а лишь квартиросъемщицей, и, сочувствуя русским революционерам, позволила им какое-то время хранить в своей комнате винтовки и патроны, украденные с военных складов эссерами и переданные в пользование социал-демократам, будущим большевикам. Мы не знаем, да и никто, наверное, не знает, как долго хранилось в этой избушке оружие. Может, неделю, может, несколько месяцев, но этот факт позволил ничем не примечательному зданию получить статус памятника истории. Несколько лет назад его не то чтобы отреставрировали, скорее обновили, забыв вернуть на место деревянные наличники. Может показаться, что этот старинный домик варварски обшит сайдингом, но нет, это деревянная вагонка, точь-в-точь такая же, какая была на этом доме и сто лет назад, и даже цвет ее окраски полностью соответствует оригиналу. Кому принадлежит этот дом памятник, и как используется, нам, к сожалению, узнать не удалось. Уже долгое время он пустует. Зато, похоже, начинает проясняться судьба еще одного дома, и на этот раз действительно архитектурного памятника, стоящего в этом же квартале и имеющего адрес Горького, 34. Из всех находящихся на этой старинной улице здания, это, возможно, самое старое. В реестре исторических памятников оно значится как дом купца де Лосье, построенный в 1829-1844 годах, то есть в первой половине 19 века. На самом деле де Лосье был одним из многих, но далеко не первым и не последним его владельцем. Первый этаж, построенный в стиле классицизма с элементами барокко-усадьбы, в свое время сдавался хозяевами в аренду. На втором этаже жили сами купцы. Сначала некий Калашников, затем де Лосье, позже Воронцов, а потом его наследники. Помимо главного дома, усадьба имеет обширный двор с садом и некогда имела беседку-ротонду. Сейчас эта ротонда перекочевала во двор клубного дома Ривьера. В советское время здесь была обычная коммуналка, а позже в памятник архитектуры переехал уральский филиал российского дорожного НИИ. О чем его сотрудники в последующие десятки лет не раз пожалели. Дело в том, что за два века с постройки этого здания в нем так и не появилось ни воды, ни канализации, ни центрального отопления. Если несколько лет назад здесь хотя бы еще работали печи, то сейчас не работают и они. Все тот же Валерий Малышев, купивший и восстанавливающий соседнюю усадьбу Звонарева, неоднократно признавался журналистам, что готов выкупить и усадьбу де лосье, чтобы привести ее в порядок. Ну и в самом деле, она фактически находится во дворе его клубного дома, в котором самая маленькая однокомнатная квартира стоит больше 12 миллионов рублей, то есть свыше 188 тысяч рублей за квадратный метр. И будущим жильцам этого элитного комплекса явно не очень комфортно будет смотреть на облупившийся задний фасад старинной усадьбы и бегающих в уличный нужник обитателей этого дома-памятника. Однако продавать этот дом ему не спешили. Здание находится в федеральной собственности, используется федеральным учреждением и решить вопрос с переездом Росдорнии на уровне региона у него не получилось. Малышев обращался за помощью и к губернатору, и к московским чиновникам, но, похоже, дело все-таки сдвинулось с мертвой точки. Накануне прошедшего Нового года основная часть сотрудников института наконец переехала в другое здание. А оставшимся в усадьбе технарям пообещали такой переезд до конца этого года. С десяток крепких мужчин водителей мобильных лабораторий дорожного покрытия ютятся в небольшой комнатушке, где круглосуточно работает тепловая пушка, но при этом не перестают мерзнуть. Все остальные помещения, где когда-то работали инженеры и лаборанты, уже несколько месяцев пустуют, а потому ничем не обогреваются. В компании технологии декора, восстанавливающей соседнюю усадьбу Звонарева, нам пообещали сегодня прокомментировать дальнейшую судьбу усадьбы Делосье. Удалось ли ее выкупить владельцу ривьеры и, если удалось, когда можно ожидать ее реставрации? Однако сегодня телефон генподрядчика строительства замолчал. На самом деле все екатеринбуржцы, а большинство из них никогда не бывали в этом доме памятники и вряд ли когда-либо побывают, скажут огромное спасибо, если эта усадьба вернется в городской пейзаж. Беспокоит только способ ее реставрации. Не хотелось бы, чтобы он был таким же, как и усадьба Звонарева, то есть снести и выстроить заново. Конечно, так было бы проще, чем подводить современные коммуникации в старинную постройку, где таких коммуникаций никогда не было. Но именно в этом и заключается мастерство реставраторов. И пример такого мастерства можно найти на той же улице Горького в лице знаменитого дома Чувильдина. Так же, как и усадьба Звонарева, и Делосье этот дом не имел никаких внутренних коммуникаций, кроме электричества. И также за один рубль был продан частникам с условием полного восстановления. И был таки восстановлен. Сегодня он принадлежит какой-то зажиточной семье, и люди реально живут в нем. И пусть живут, зато все остальные смотрят на этот дом и радуются его преображению. Еще бы убрать безобразный стальной забор вокруг восстановленного памятника, и цены такой реставрации не было бы.